Еще одну проверку по жалобам жителей провели накануне в Новых Лапсарах. В темном-темном поселке есть темные-темные улицы. Это не детская страшилка, а будни жителей одного из районов столицы республики. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Видимо, так решил Леонид Черкесов и отправился прогуляться по вечерним лапсарам. О том, что было дальше, в нашем репортаже. У нас нет в лапсарах освещения. Вообще освещения очень плохо. Ночью я приеду, стемнеет, и вместе с вами пройдемся по всем улицам. Такое обещание городоначальник дал еще неделю назад во время визита в рамках единого информдня. А накануне выполнил его, правда, в поселок Леонид Черкесов приехал еще засветло. До наступления темноты он прокомментировал другие вопросы и проблемы, которые услышал на прошлой встрече. Жители жаловались, что пользуясь отсутствием конкурентов, сетевой гигант необоснованно задирает цены. Информация подтвердилась. Мы посмотрели на молочную продукцию выше, хлебобулочные изделия нормально, там мясные изделия, по-моему, нормальные. На и овощи фрукты выше были. Министр экономического развития провелся совещание с руководством «Магнита». Если они так заявляют, что конкуренции нет, дадим разрешение лапсарах еще супермаркет построить. Желаю, что в Чебоксарах не разрешаем больше строить супермаркеты, лапсарах разрешим. Хорошо бы еще кроме супермаркетов в поселке появилось отделение Сбербанка, отметили жители. А то приходится ездить в город. Леонид Ильич пообещал направить руководству письмо. А чтобы в город не ездить для того, чтобы отвозить детей в Чебоксарский детский сад, из-за нехватки мест в лапсарах решили создать дополнительно 60 мест. Для этого на ремонт выделят 6 миллионов рублей. Когда вопросов больше не осталось, за окном был уже поздний вечер. Самое время, чтобы оценить освещенность. На центральных улицах все оказалось не так страшно. Так что кромешную тьму пришлось еще поискать. Однако место, где дорогу освещали только окна домов и на камерный свет телеоператора нашлось. Жители говорят, таких в поселке много. Поставить по одному фонарю, то есть решить проблему точечно, можно уже в этом году. А вот с серьезным переоборудованием всего поселка все не так просто. Есть участки, где темно, конечно, где надо делать. Мы уже определили те участки, которые будем делать в ближайшее время. Буквально до праздников, до 9 мая. Здесь нужно посмотреть комплекс освещения поселка Лапсар. И этот будем проектировать уже на следующий год. Комплексно все дворы, проезды дворам, улицы, они должны быть освещены. Для этих целей деньги в бюджет будут закладывать планомерно, отметил Леонид Черкесов. Так что из сумрака новые Лапсары, вероятно, смогут выйти в следующем году. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.